Долгострой под контроль. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта решили выяснить, почему в округе так много незавершенных объектов строительства и озвучили свои предложения по решению данной проблемы. В обсуждении вопросов приняли участие руководство администрации Заполярного района, окружного профильного департамента и управления городского хозяйства. За каждым долгостроем мы прекрасно понимаем, что стоят конкретно социальные объекты, жизнь людей, учебные заведения. То есть это направление, которое реально может улучшить социально-экономическую ситуацию в нашем округе. В настоящее время в списке долгостроев округа порядка 25 объектов. Часть из них планируется завершить до конца года или уже в следующем году. Но есть стройки, которые вызывают определенные опасения. Остаются у нас проблемными объекты. Это здание молодежного центра. Все прекрасно знаете это здание. Но реализация дальнейшего в первую очередь зависит от дальнейшей судьбы этого здания. Что там будет находиться. С департаментом образованием неоднократно проводились встречи. К ним были обращения. Они высказывали соединения по функциональному значению этого здания. Например, в первоначальном проекте предусматривался кинозал на 300 мест. Мы не понимаем, что кинозал там прислал. Ресторан, кафе там предусматривался. Тоже понимаем, что это не нужно. Под большим вопросом судьба еще одного объекта. Дом и усадьба жителя Пустозерской волости конца 19-го, начала 20-го веков. Это мероприятие должно было реализовываться в комплексе с Пустозерским острогом. В 2015 году было принято решение о переносе Пустозерского острога. Что повлекло за собой изменения в этот проект. Работа на данный момент приостановлена. Объект законсервирован. Дальнейшая судьба. Это тоже нужно с образованием решать. Зависли в воздухе ферма в селе Ома и рыбоприемный пункт в Неси. Сегодня администрация Заполярного района обследует эти объекты, чтобы понимать, что делать с ними дальше. По рыбоприемному пункту в Неси ситуация с перспективой хуже. Потому что его начали строить. Фирма, которая строила, не достроила, расторглись. По суду все там. Мы-то свою часть сделали. Но конструкция стоит. Она никому не нужна. Вплоть до того, что даже депутаты передумали вроде бы как в надобности рыбоприемного пункта в Неси. Приостановлено строительство школы в поселке Индига и школы-сады в Харуте. Следующий сложный объект это школа-садов Бугрино. Тоже поставлен каркас. Часть перекрытий собрана. Есть сомнения в том, что это сделано качественно. Поэтому сейчас проторговываем обследование, чтобы специализированная организация экспертная сделала заключение. Если каркас работоспособен, то значит дальше будет приниматься решение все-таки строить там школу или нет. Потому что тоже есть разные мнения на этот счет. Как отметил глава регионального исполкома ОНФ в Неницком округе Матвей Чупров, ситуацию с долгостроями фронтовики берут на особый контроль. Мы постараемся держать, мониторить ситуацию постоянно. В том числе и с привлечением наших активистов непосредственно в населенных фондах в деревнях. Потому что, как показала практика, эта система работает очень хорошо. Бывает так, что информация, которая подается, и та, которая существует, на самом деле, она немножко разнится. И людей, на самом деле, нужно слушаться, потому что показал объект в красном. Если бы более активно вовлекали население в контроль за входом строительства, то у многих проблем, которые впоследствии возникли, их можно было избежать. Также активисты регионального отделения ОНФ решили составить реестр всех строящихся объектов на территории округа. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».